привет я думаю что большинство хочет добавить ткань в свою игру и давайте посмотрим как это сделать потому что есть небольшие изменения с версии 4 на 5 до практически минимально там совсем немного так для начала я покажу на примере это флаг обычный да то есть все что проще создается так скажем пика для флага сам флаг единственное что вам нужно знать для того чтобы сделать ткань вообще до какую-то какую-либо она должна состоять из большого количества полигонов в данном случае вот у меня вот это кубики это и есть полигоны как создавать ну давайте я покажу на какой-нибудь примере делаем допустим plain у меня в данном случае я его разверну вот так вот подниму выше выставлю да то есть и смотрите когда я его открою здесь ничего по сути нету никаких полигонов можно сделать блендере нажать правой клавишей сатты сабдевайд и здесь уже отрегулировать сколько вам необходимо то есть большое количество выставляем главное чтобы не так слишком много вот этого количества возможно даже хватит для флага вот честно говоря можно увеличить до 30 там до 20 ну давайте вот сделаем как у меня принципе уже есть вот либо вот это оставить то есть вы делаете вот такое вот разделение и экспортируете уже в движок так давайте чуть-чуть уменьшу его это я могу принципе удалить и то что я сейчас только что создал я его сделаю просто для того чтобы было более нормально понятно как выставить ну вот так вот я думаю достаточно сбрасываем наши настройки теперь смотрите делаем экспорт нашей пике пусть это будет лак select object экспортируем наш сам флаг давайте зададим ему материал это у нас будет материал флаг чтобы у него материал ложился на всю плоскость да нам необходимо его развернуть но это я уже чисто так показываю так и нам нужно повернуть его но минус 90 вроде бы так нет надо было сейчас просто развернем на 180 да пойдет и выставим просто его необходимую позицию но у меня текстура подготовлена чтобы вот так вот флаг стоял так теперь экспортируем сам флаг берем экспорт fbx давайте буковка s добавим и все экспорт теперь нам нужен движок делаем импорт нашего штока это вот этот никаких изменений принципе мне не нужно вводить здесь ругается на смув но это нам не не особо нужно давайте цвет у него выставим чуть-чуть такой вот иного цвета вот так его выставим значение 0 6 мне кажется нормально будет теперь экспортируем наш флаг и вот здесь вот как раз таки наш флаг смотрите при экспорте нам необходимо выделить галочку скелетов мышь то есть для того чтобы флаг двигался как ткань ему необходима скелетная сеточка делаем импорт ничего больше менять в принципе для меня не нужно и он как раз таки нам на флаг создает физический асет и вот сам скелетон сюда же закидывает так давайте закинем текстуру материал это нам не нужно текстуру мы закидываем материальчик делаем ее тусает двухсторонний да можно какой-нибудь спеквер поставить в 0 и раф нас ну давайте в 0 8 поставим ладно спеквер слишком чтобы не был прям черный вот так вот сделаем я думаю нормально теперь вот наш флаг приобрел этот материал закидываем его сюда выставляем необходимую высоту можно это все вообще сделать в булупринте вместе с самим шпилем так скажем и ну все достаточно давайте зайдем skeletal mesh нашего флага и мы увидим вот этот круг это так скажем пивот наши нашего скелета чтобы сделать из него ткань нам нужно включить клофинг windows клофинг и давайте его вот сюда куда не бросим теперь нажимаем на наш предмет который мы хотим сделать сканью допустим если у вас вы не флаг делаете одежду персонажу вам необходимо выделить да вот у вас у вашего персонажа там может быть пять шесть материалов представим и один из них это одежда его как раз таки вы выделяете саму одежду на персонажи и уже правой клавишей нажимаете крейт клоф дата full section нажимаем крейт и здесь у нас уже появляется флаг как раз таки кофинг вот то что мы создали на него ткань нажимаем нажимаем правой клавишей apply кофе где-то и подтверждаем что как раз таки вот это наша дата материала является тканью и здесь происходит компиляция шейдеров вот они уже начинают при пей ринге скажем по процентной и делаем активовать кого клоф пейнт как видите да наши полигоны разбиваются на наши точечки чем больше точек тем лучше происходит рисование в данном случае я выбрал вот 10 по 10 теперь смотрим сюда вот ниже на настройки кого это наши ткани есть такой прикол поинт валью сотня стоит это максимальная то есть если мы сейчас покрасим белое это у нас будет ткань она будет падать по сути до такой вот вот этот не знаю как розовый цвет это прям твердо то есть если мы будем красить вот так вот эта часть вот где розовая у нас будет висеть а где белая будет падать то есть если я нажму deactivate клав пейнт и у нас ткань упадет но смотрите какая проблема для флага в данном случае да вот это 100 значение не совсем подходит потому что он не является полностью не падает полностью так скажем а для одежды она в принципе подходит для того чтобы флаг корректно использовать чтобы он реально на ветру к вышел выставляем paint value 1000 пробегаемся значение создаем 1000 да и у нас когда мы деактивируем вот флаг уже реально висит как нам необходимо но естественно для одежды вот таких значений не должно быть там уже вы сами корректируете здесь также можно выбирать радиус давайте выберем 20 и вот он радиус 20 небольшой то есть если вам необходимо где-то что-то умею меня сделать если вы вдруг закрасили то что не нужно выставляете paint value в ноль и красите вот по точечкам то есть ну давайте я чуть больше поставлю 60 радиус вот это черная это скажем небольшой переходик между падающим и не падающим давайте посмотрим как это отрабатывает вот она не отрабатывает корректно так что здесь держит здесь практически падает также есть инструменты как градиент как как smooth и full или fill smooth у нас вот здесь вот надо настраивать саму кисть если можно чуть-чуть увидеть это в данном случае здесь мы не увидим потому что очень мало точек чем больше точек тем вот даже можно вот так сделать тут автоматический смыв давайте нажмем вот здесь он мы уже переборщили потому что вот это край должен все таки находиться в розовом цвете это можно чуть-чуть вот таком черном ну вот так вот пойдет теперь сохраняем deactivate и мы смотрим да вот как у нас падает и вот где мы сделали такой легкий переход он немножко вот пружинит как раз таки вот одежда вот там необходимо вот так и делать все давайте посмотрим как это все работает если мы сейчас запустим симуляции допустим у нас лак просто упадет так как у нас не выставлен на уровне сам ветер набираем place actor и винт и мы как раз таки находим бит дирекция на соус так почему-то он у нас решил пропасть очень интересно а потому что симуляция происходит так ставим винт и поворачиваем видите где стрелочка туда будет дуть ветер ну давайте вот так вот выставим запустим симуляцию и у нас ничего не двигается потому что я забыл увеличить скорость скорость на нашем ветре представим что будет 15 и вот как раз таки лак начинает потихонечку щебетать но смотрите есть небольшие приколы так как флаг эта плоскость с обратной стороны хоть мы и выставили двухсторонний материал да здесь он будет перевернут а если хотите поставить с другой стороны такую же нормальную текстуру вот вам видео справа вылезет сейчас как раз таки там все объясняется как можно на вторую часть наложить необходимую текстуру а на этом все в общем до скорой встречи всем пока пока